Белая магия. Ритуалы белой магии. Какие у вас возникают ассоциации, картинки, когда вы слышите эти слова? Конечно, они у всех разные, у каждого свои. Но их объединяет приятные слуху заговоры, заговоры, ласкающие слух, горящие свечи, благовония, ярко освещенное дневным светом помещение, либо же ритуалы, проводимые на улице. И проводятся эти ритуалы на любовь, на деньги, на удачу. Всё красиво, возвышенно и происходит при ярком свете дня. И это верно. Действительно, белая магия происходит в дневном свете, в светлое время суток. И поэтому она условно делится на белую магию. Она так и называется. А ритуалы, которые проводятся в ночь, вечером, называют чёрной магией. Вот такое деление магии на белую и чёрную. Белое – это то, что происходит при белом свете дня, а чёрное – это то, что происходит в тёмное время суток. Другой разницы между магическими ритуалами нет. Но мы сегодня говорим с вами о белой магии. И ритуалы, творимые при белом свете, люди всегда считают, что это благостные, безопасные, приносящие в пользу. А это ритуалы в плюс. В белой же магии есть заговоры на любовь мужчины, на деньги, на желание, на счастье. И наверняка и такие ритуалы проводил каждый в своей жизни и не один раз. И это верно. Ритуалить нужно, потому что благодаря магии быстро происходит то, что желаете. Желаемое приходит в жизнь. Жизнь наполняется счастьем и уверенностью. Но часто ритуалы почему-то не срабатывают. Не происходит то, на что были направлены ритуалы. То есть сделали ритуал на деньги, а деньги не пришли. И то же самое происходит с любовью, с удачей. Тоже ритуалы часто не срабатывают. Давайте разберемся почему. Во-первых, очень важно понимать, где взяли ритуал, который вы собираетесь проводить. Большинство заговоров и ритуальной работы находят люди на сомнительных сайтах. А там они составлены неверно. Большинство ритуалов, которые выложены на огромном количестве сайта в интернете, составлены неверно. Они составлены косо. Там нет ключа, замка, нет нужных сильных слов. Это попросту заговоры пустышки. Во-вторых, многие заговоры составлены на обращении к силам религиозного эгрегора. Это совсем неправильно. Потому что любая религия запрещает заниматься магией. И ждать, что то, что вы просите, то, что вы стремитесь получить благодаря этому ритуалу, скорее всего, не произойдет. Не стоит ждать. Потому что силы, конечно, могут вас услышать и привести в вашу жизнь то, что вы хотите. Но оплата за это будет в десятки или в сотни даже раз больше, чем то, что вы получите. А еще религиозные силы, силы религиозного эгрегора могут поступить иначе. Они могут напрочь лишить того, о чем вы просите. Забрать и то малое, что у вас уже есть. Улучшение чего вы просите. Как поступят в вашем конкретном случае, сказать сложно. Уж как посчитают нужным. Поэтому ритуалы проводить через религии, через эгрегори религиозные, по меньшей мере, просто опасно. И в-третьих, в-третьих, любой ритуал требует понимания, знания и силы. Вот с этим обычно вообще очень сложно. Человек прикасается, как ему кажется, к безопасным ритуалам, читая заговоры белой магии. Но он не понимает смысл произносимых слов. Ведь считается, что это белая магия, и все будет хорошо. Опасности никакой нет. Но на самом деле ритуалы, проводимые через религиозные эгрегоры, это путь в никуда. Поэтому не стоит заниматься, делать ритуалы, в которых вы не понимаете что-нибудь, какие-то слова вам непонятны или выражения. И также стоит обратить внимание, к кому вы обращаетесь при проведении ритуалов. Это необходимо знать, чтобы не пришло потом разочарование и не возникло ощущение, что магии не существует. Это ерунда, я пробовал, у меня не получается. Нужно серьезно подходить к жизни, осознанно понимать, что вы делаете. И тогда в вашей жизни будет проявляться то, что нужно вам. Все, что необходимо вам для счастья. Поэтому, пока вы сами досконально не разобрались в магии, в ее аспектах, нюансах, нужно обращаться за помощью к профессионалам, тем, кто изучает и практикует магию не один десяток лет. У кого есть благословение учителя на оказание помощи людям. Это очень важно. Ведь вокруг много мошенников от магии, которые стремятся раскрутить на деньги, нажиться на вашем горе. А при обращении к таким горе-мастерам люди теряют не только деньги, но и драгоценное время. Упускают возможность быстро решить возникшую проблему и выйти из сложной ситуации с минимальными потерями. А лучше всего вообще без потерь. Поэтому обращаю ваше внимание об опасности самостоятельного проведения ритуалов, тех, которые вы не понимаете. Мы же в Центре Парапсихологии проводим магическую помощь, делаем это быстро и качественно. У нас шикарные результаты. А все это потому, что мы работаем под руководством Алены Полынь, сильнейшей ведьмы. А также у Центра Парапсихологии есть имя. А это более чем гарантия, что все будет сделано правильно и эффективно. Поэтому серьезно подходите к своей жизни и к тому, что вы делаете. И еще раз хочу обратить ваше внимание, что деление магии на черную и белую – это весьма условно. Два этих вида магии – черная и белая – отличаются только временем проведения ритуалов. Ритуалы белой магии проводятся в светлое время суток, а черной – в темное. Больше отличий в магии нет. А добро и зло можно сделать и через белую магию, и через темную.